Дело в логистике и штучности проекта. В Роскосмосе объяснили высокую стоимость ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара». Как выяснилось, она в три раза выше, чем сборка старой разработки ракеты-носителя «Протон-М». В Роскосмосе объяснили высокую стоимость ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара». Ранее из документов Центра Хруничева стало известно, что сборка одной ракеты обходится в 7 миллиардов рублей. Это в три раза выше, чем стоимость старой разработки ракеты-носителя «Протон-М». В Роскосмосе уточнили, что в последнем контракте с Минобороны стоимость каждой ракеты «Ангара-А5» не превышает 5 миллиардов рублей. Это объясняется логистикой и штучностью проекта, заявили ТАСС в пресс-службе корпорации. Центр имени Хруничева сейчас работает на двух площадках – в Москве и Омске. Это создает накладные расходы. После окончательного переезда на Омскую площадку «Полёт» и запуска серийного производства стоимость ракеты «Ангара-А5» снизится до 4 миллиардов рублей, пояснили в Роскосмосе. Окончательная цена должна установиться к 2024 году. Цифра в 5 миллиардов рублей – это сугубо себестоимость ракеты. И есть все основания считать, что итоговые затраты, напротив, не уменьшатся, а вырастут еще больше, говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмант. «Ангара» – новая ракета, а «Протону» уже чуть ли не 50 лет. И уже производство все это отлажено, уже расходы на разработку не включаются фактически в стоимость. На самом деле вот те оценки цены продукции ракетной промышленности, они у нас весьма и весьма приблизительные. Действительно трудно посчитать, сколько же стоит вот ракета, ну скажем, серийного производства. В какой мере там, скажем, стоимость ракеты включена в стоимость разработки, стоимость испытаний, стоимость строительства пусковой площадки, старта. Стоимость «Ангары» неизбежно нужно включить в проведение довольно надежных проверок испытаний. «Ангара» ведь ни разу не была запущена с разгонным блоком. Насколько это увеличит цену? Трудно сказать, но что увеличит, это точно. И нельзя сказать, что вот это заявление относительно цены «Ангары», оно, вот это заявление было большой неожиданностью. Правда, как-то это звучит все-таки слишком впечатляюще. Натан Эйсмант, как заявили в Роскосмосе, скоро возобновятся летно-конструкторские испытания «Ангары», и корпорация намерена обеспечить ей конкурентные технические и ценовые характеристики. Впрочем, как говорят эксперты, даже минимальная стоимость в 4 миллиарда рублей не выглядит конкурентной. И даже главное преимущество ракеты, ее экологичность, не аргумент, говорит научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Преимущества, которые закладывались при ее изготовлении, при планах ее сделать в 92-м году, первое – безопасное топливо, второе – это модульность конструкции. Но это было в 92-м году. С того времени прошло много времени, стоимость ракеты взлетела до облаков, и, в общем-то, что с ней сейчас сделать, никто не знает. Ее сделали, запустили, и 6 лет она стоит без движения. Если вот цена будет снижена, заинтересуется ли ей кто-то? У Роскосмоса всегда очень хорошие прогнозы на будущее. У них единственный недостаток, что они никогда не сбываются. Насчет заинтересуются, то нет. Не заинтересуются, даже если снизить цену, скажем, до рыночных современных цен. Это примерно 60 миллионов долларов за запуск. Дело в том, что у нас сейчас во всем мире переизбыток пусковых мощностей, то есть переизбыток ракет, и недостаток для них полезных нагрузок. И все полезные нагрузки, они расписаны на 10-20 лет вперед. Сейчас у России международных контрактов на запуске такого класса просто нет. Только внутренний рынок остался. Иван Моисеев. В начале года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в госкорпорации принят план по повышению конкурентноспособности российских средств выведения. Один из основных пунктов – снижение себестоимости носителей «Ангара» и «Союз-5 Иртыш». Позднее Рогозин говорил, что Роскосмос планирует снизить на треть стоимость запусков своих космических аппаратов. К сожалению, обещания Роскосмоса доверие уже не вызывают. И стоимости «Ангары» это тоже касается, отмечает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. Я думаю, что самый простой и самый честный ответ состоит в том, что у Роскосмоса не было никакой мотивации делать эту ракету дешевле. Я присутствовал на том заседании научнического совета. Это был 1993-1994 год, когда первый раз была публично презентована вот эта линейка ракет «Ангара». От легкой до тяжелой «Ангары-5». Так и звучало, что да, надо снизить себестоимость производства. Никто это решение не собирался, собственно, проводить в жизни организационными техническими мерами. Роскосмос за последнее время столько выдавал неверной информации, столько раз менял свои, как это говорят в силовых органах, свои показания, что у меня лично веры к ним нет никакой. Даже если снизить до 4,5 миллиардов, как они говорят, это будет порядка 65 миллионов долларов, то это себестоимость, а «Маск» продает за такую цену на рынке даже дешевле, чем 65. Никакого будущего коммерческого ракеты нет. Следовательно, она ляжет грузом на российский бюджет. И поэтому здесь, опять-таки, когда ты не конкурируешь, а продаешь государство, вот, ну, другой альтернативы государству нет. То, опять-таки, в чем мотивация к снижению себестоимости? Ее нет, она отсутствует. Андрей Ионин. По контракту с Минобороны «Роскосмос» изготовит 4 ракеты-носителя. Испытательный пуск «Ангары-А-5» со сгонным блоком «Бриз-М» предварительно запланирован на 3 ноября. Ракете предстоит вывести на орбиту макет космического аппарата. Самый первый пуск «Ангары-А-5» был проведен в декабре 2014 года с Плесецка. Тогда на орбиту также отправляли макет. «Ангары-А-5» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok